Дары осени воистину неоценимы, но есть ли среди них хорошая погода на ближайший день? Узнаем с вами прямо сейчас. В эфире прогноз погоды и я его ведущая Олеся Вайнер. Здравствуйте! В воскресенье Украина ожидает легкая облачность, которая местами прольется небольшим дождем. Но на большей части страны прогнозируется погожий день. Температура воздуха остается прежней в среднем плюс 24 градуса. И традиционно начнем с более детального описания синоптической ситуации в регионах. В Центральной Украине суточные температурные показатели составят 12-25 градусов тепла. При этом весь день в регионе будет наблюдаться переменная облачность, но к осадкам это не приведет. Вечерние часы в Кропивницком небо полностью прояснится. На юге страны за сутки термометры покажут от 15 до 26 градусов со знаком «плюс». Ночью в Симферополе возможна небольшая облачность, хотя в Херсоне и Одессе в это же время прогнозируется чистое небо. Но в течение дня облака появятся и в остальных городах региона. Будьте готовы! 11 сентября в Украине отмечается День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности. Искренне поздравляем всех, кто трудится в этой сфере деятельности. Желаем вам успехов! Пусть в вашем доме всегда будет тепло и светло, здоровья и нескончаемых сил. А мы возвращаемся к прогнозам. В Западной Украине в течение суток температура воздуха будет колебаться в пределах 15-28 градусов выше нуля. После полудня регион покроют небольшие облака, хотя к вечеру местами не исключаются и прояснения. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха плюс 14 градусов, а максимальная дневная достигнет 26. Здесь на протяжении целых суток будет царить переменная облачность, которая принесет дождь чернигов в полуденное и вечернее время. А вот жителей Востока сентябрь продолжает радовать погожими деньками. И воскресенье не станет исключением. Несмотря на небольшую облачность, выходной будет теплым. За сутки от 9 до 25 градусов выше нуля. А небольшой дождик пройдет лишь в Харьковской области, но уже после заката. Температура воды на курортах Азовского моря плюс 23 градуса. Солнце осветит наш край в 5 часов 53 минуты, а за горизонтом скроется в 18 часов 44 минуты. А это значит, что у нас с вами есть 13 часов 31 минута, чтобы успеть завершить все дела до окончания дня. А сейчас подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью термометры покажут 9-10 градусов со знаком плюс. А днем воздух прогреется до 22 градусов. Ясным небо будет только в северо Донецке и лишь во второй половине дня. В остальное время по области прогнозируется переменная облачность. Но обойдется без дождя. В Донецкой области ночные температурные показатели составят 8-15 градусов тепла. А после полудня они поднимутся до 22-23. В Славянске, Донецке, Мариуполе на небе в течение всего дня будет преобладать переменная облачность. За 100 осадков не предвидится. В Днепропетровской области после полуночи ожидается 11-13 градусов выше нуля. А днем до 25. Ясной в области будет ночь. Но на протяжении дня возможно появление на небосводе легких облаков. А вот зонты жителей Павлограда и областного центра, а также Кривого Рога могут оставить дома. Температура воды в Днепре плюс 22 градуса. А днепровцев еще раз хочу поздравить с днем города. Процветание, благополучие и красоты тебе любимый Днепр. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха 14-25 градусов тепла киевлян и гостей ожидают довольно облачный день. Но осадков опасаться не стоит. Это была вся информация о погоде на воскресенье 11 сентября. Хорошего настроения вам, света, тепла и добра. До встречи в нашей студии. Редактор субтитров А.Семкин